Дорогие друзья, вот когда наступают какие-то серьезные испытания в жизни человека и происходит тревожное такое-то волнение, опасность опасность прежде всего связанная с жизнью, со здоровьем его и его близких то как необходимо каждому человеку услышать слово утешение потому что слово утешение оно способно ободрить слово утешение способно поднять человеческий дух, который падает который уже преклонился к земле и дать ему возможность возвыситься возвыситься до горнего, до небес и конечно же для многих людей сегодня тревога, волнение, печаль, скорбь и это не исключение и все люди, которые живут и в нашем городе, и в нашей стране испытывают сейчас такие чувства и поэтому для нас, для христиан, истинным словом утешения является слово Божье потому что в этом слове все, в нем жизнь, в нем сам наш Господь Иисус Христос как воплощенное слово и в нем то слово утешение, которое необходимо каждому нашему сердцу для того, чтобы ободрить нас, для того, чтобы дать нам духовную пищу для того, чтобы поднять наш дух, для того, чтобы мы вышли из этого состояния с укрепленной верой так говорит нам слово Божье я прочитаю из послания к римлянам из 8 главы написано с 32 стиха даже с 31 что же сказать на это если Бог за нас, кто против нас? тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас как с ним не дарует нам и всего кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их кто осуждает? Христос умер, но и воскрес Он и одеснует Бога Он и ходатайствует за нас кто отлучит нас от любви Божьей? скорбь? или теснота? или гонение? или голод? или нагота? или опасность? или меч? как написано за тебя умирщляют нас всякий день считая нас за овец, обреченных на закладе но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим так говорит нам Слово Божье, Слово утешения, которое мы близко принимаем своему сердцу и вся наша жизнь, можно сказать, она поделена на две части первая часть нашей жизни прошла сравнительно в спокойной обстановке когда мы были в собрании когда мы общались друг с другом когда мы радовались этому общению и все было спокойно и хорошо и казалось, так будет продолжаться до бесконечности но вот настало время, когда наша жизнь изменилась и я уверен, что мы все выйдем отсюда измененные родни выйдут с укрепленной веры может быть, кто-то выйдет ослабевший духовно но Слово Божье все делает для того и дает нам все в Духе Святом для того, чтобы мы вышли укрепленными для того, чтобы вера наша возросла и мы многое в этой жизни имели и пользовались, и казалось, так будет бесконечно был интернет, были какие-то спокойные дни мы радовались этим дням мы пользовались интернетом мы, может быть, очень много времени уделяли тому чему не является истинными ценностями в нашей жизни может быть, нужно было правильно расставить приоритеты и истинные ценности, которые являются для нас и Господь, и Иисус Христос потому что в Нем то все сокрыто все сокровища премудрости и ведения и все, что есть для человека и у Бога все сокрыто во Христе в Нем, во-первых, наше спасение во-вторых, наше благословение в-третьих, наша вечная жизнь Царствие Божье и все, что мы будем иметь после этой временной жизни так вот, мы все это имели и дорожили касалось все это материальное и очень часто было лишним и вот теперь Господь решил у нас это все забрать потому что мы, может быть, слишком много идолов себе создали и то, что Он забрал от нас теперь мы этого всего лишены лишены интернета, лишены света чтобы видеть днем и ночью и чтобы пользоваться им лишены, может быть, того общения когда мы спокойно ходили друг к другу но Он собрал нас вместе собрал для того, чтобы, если мало времени уделяли своим детям и своей семье сейчас у нас было достаточно времени для этого чтобы уделять и своей семье, и своим детям если мы мало уделяли времени церкви и молитве то сейчас у нас достаточно времени для того, чтобы уделять время и общению церкви и молитве, и служению Богу сейчас, в данный момент никогда столько не звучало молитв, как раньше А очень часто мы вспоминаем то время, когда в молитвенный час собираются два, три, четыре человека максимум, и остальное все игнорируется. И вот сегодня у нас время для того, чтобы мы молились, для того, чтобы мы совершали служение в тех стесненных условиях, которые он создал. Как написано, мы читаем в послании кремлянам в 12 главе, 11 и 12 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». И 12 стих говорится об утешении. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно». То есть все постулаты, все основные положения священного писания, которые нужно знать человеку, для того, чтобы не терять общение с Богом, для того, чтобы не терять в себе дух веры, для того, чтобы укрепляться. Они отражены в этих стихах, в этом послании кремлянам. И, конечно же, для нас истинным утешением является то, что обещает Бог. В 1 послании Коимфина, в 15 главе, там есть такое выражение, апостол Павел пишет, «Если мы только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа, то мы несчастнее всех людей». Действительно, мы будем несчастнее всех людей, даже верующих, верующих отношений, несчастными, если только надеемся в этой временной жизни на помощь Иисуса Христа. Конечно, мы обращаемся, и это имя для нас настолько дорого, что мы не можем не обратиться в минуту тревог и волнений. Мы говорим, «Господи Иисус, помоги нам, спаси нас, защити нас, сохрани нас, наши жизни, наших детей, сохрани город, сохрани от разрушения, сохрани страну, сохрани от кровопролития». А мы обращаемся во имя Иисуса Христа, потому что это имя открывает нам дорогу к Божьему престолу. Но, с другой стороны, мы должны помнить, что все, что дает нам Господь, нужно дорожить, и это нужно ценить. Истинные ценности в нашей жизни мы должны правильно расставить. На первом месте всегда должен быть Христос. И то, что Он обещает нам в вечности, то, что Он обещает нам в воскресенье, это как раз та истинная ценность, к которой мы все должны стремиться. Мы во временной жизни получаем помощь от Бога, но надежда наша на вечность, на вечное царствие, на Новый Иерусалим, на то, что мы будем находиться там с друг другом, видеть друг друга, радоваться, и самое главное, что мы будем там, где Иисус Христос, потому что Он сказал, я хочу там, где я, чтобы и они, то есть мы, были вместе с Ним. Поэтому пусть Господь поможет нам, дорогие друзья, видеть истинную ценность нашей жизни. Истинная ценность нашей жизни – это Господь Иисус Христос. Чтобы мы не оставляли никогда молитвы, чтобы мы в усердии не ослабевали, духом пламенели, Господу служили и имели то утешение, которое дает нам Слово Божье. Утешайтесь надеждою, надеждою на вечность, надеждою на Царствие Божье, и утешайтесь надеждою, скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Да поможет нам Господь. Слава Иисусу Христу. Аминь.